Что может быть таким удостоверением для меня и для вас, что я воскресу, что это со мной произойдет? Есть такое удостоверение, и я хотел бы обратить на него ваше внимание. Апостол Павел в послании к римлянам, в 8 главе, в 11 стихе написал такие слова. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим, живущим в вас». Вы, наверное, обратили внимание, о чем здесь идет речь. Писание говорит о том, что Духом Святым Отец Небесный воскресил Иисуса Христа. И этот же Дух живет в его последователях. Об этом же Духе говорил Иисус Христос, когда беседовал с Никодимом. Говорил о рождении свыше, о рождении духовном, о возрождении. Кто не родится от воды и Духа и не увидит Царствие Божие? Рождение свыше. Если человек родился свыше, от Бога родился, если Дух Божий живет в человеке, то этот Дух является Духом Воскресения. Этот Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети. И этот Дух будет тем Духом, который приведет нас в новое состояние воскресшего, в такое состояние, в котором был прославлен Иисус Христос. И я хотел бы, чтобы для нас это было определенным предзнаменованием. Мы говорим, вот часто говорим о необходимости духовных перемен, о необходимости духовной жизни. Каждый из нас должен родиться свыше, родиться от Бога, воскреснуть духовно от мертвых дел к живому упованию. Это не должно быть просто хорошими словами для нас. Это должно быть актом каждого из нас, лично пережитым в своей жизни. Если мы пережили вот такое рождение свыше, Дух Божий поселяется в наше естество. Он начинает нам свидетельствовать о том, что мы Его дети. И как дети Его, мы начинаем жить по-новому. Нам дороги становятся слова Иисуса. Мы не можем жить без Библии, не можем жить без молитвы, не можем жить без того, чтобы быть в общении со святыми Божьими. Все стало другим. Дух возродился. И возрожденный от Бога человек имеет все основания ожидать, что как Христос воскрес силу и Святого Духа, так каждый из нас имеет в Духе Святом эту величайшую основу воскресения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова